Добрый день, спасибо за приглашение. Теплый прием. Ну вот сегодня я представлю работу, которую делали совместно разные соавторы, Леонардо Эрмана и Эдуардо Вирджини из тоже ядерной физики в Буэнос-Айресе, ну и Питер Шлагек из Льежа, но это немножко позже появится. Ну я начну с цитаты, значит, вот такой цитаты. Содержание настоящей статьи относится к проблеме изучения статистических свойств консервативных динамических систем классической механики. Эта проблема неоднократно дискутировалась в разное время и по разным поводам, например, в связи со вторым началом термодинамики или обоснованием распределения гипса, в связи с интерпретацией квантовой механики и т.д. Это вот Яков Синай, первые его строчки из «Успехов мат-наук» обзорной статьи 1970 года. Ну и вот в прошлом году, значит, за эти бильярды, которые вот этот называется бильярдом Синая, вот была дана премия Абеля, ну о чем я упоминал, может, в прошлогоднем семинаре кто-то меня спрашивал. Вот. Ну он как бы доказал, что вот движение, здесь эластичные стетки упругие, столкновения со стенками и частицы, внутрь круга она не проникает, ну и он показал, что это система с положительной энтропией Калмагорова, ну сейчас говорим Калмагорова-Синай, вот движение хаотично, там полностью есть эргодичность и динамический хаос. Ну, потом его ученик Леонид Бунимович, он доказал это для стадиона, то есть у вас здесь как бы квадрат к нему, или прямоугольник к нему, подсоединяем два полукруга, образуется стадион, ну тоже динамика хаотичная, вот да, это свойством положительной энтропии Калмагорова-Синай. Вот. Теперь, значит, ну и это как бы свойство эргодичности, это означает, что как бы первое необходимое свойство для возникновения термодинамики. Ну и как мы говорим, что вот динамический хаос может быть в основе появления статистических законов, ну и как следствие термализации. Ну и я вот поэтому буду говорить о динамической термализации в некоторых ограниченных систем со взаимодействием. Ну и как бы термодинамика очень важна, это закон Планка пошел из термодинамики, когда он рассматривал излучение терм, черного тела, ну в принципе, если бы написали классическое равное распределение по степеням свободы было бы, тогда вся бы энергия уходила в высокие частоты. Ну или в низкие длины волн. Это рисунок из Википедии, но они рисуют там плотность излучения как функцию длины волны. Вот из поделения известная Планка, которая послужила для введения постоянной Планка. Ну поэтому вопрос о термализации в системах всегда играл важную роль и всех интересовал. Ну в частности он интересовал Энрико Ферми, в юности у него была такая работа, где он доказал, что вот в таких общих системах нелинейных всегда должна быть термоэргодичность, ну работа была неправильная, но интерес к возникновению эргодичности он сохранил до конца жизни. И вот его фактически последняя неопубликованная работа, это припринты Лос-Аламоса, известные как теперь Проблема Ферми Пастаулама, и это рисунок взят из этого припринта 1955 года. Он показывает, они взяли нелинейную цепочку, 33 осциллятора линейных с небольшой нелинейной связью, кубической или квадратичной, или как бы дельта-икс-кубой или дельта-икс-четвертой, ну и как бы их ожидание было, что поскольку он такая была не очень сильная, но приличная нелинейность, то тогда мы увидим равнораспределение по этим модам этих осцилляторов. Линейным модам мы ожидаем. И они, вот пример, как во времени энергия каждой моды, они вот написали тут номер каждой моды, как она осциллирует во время, как функция времени, ну и увидели, что равнораспределения нет, как-то все возвращается. И вот это стало известно как проблема ферми-постел. То есть есть ли эргодичность в этой системе или нет. Ну и в частности она как бы вот здесь в ИАФе изучалась в 1966 году. Ну я сейчас дальше покажу. Ну и вот фактически то, что меня будет интересовать, это вопрос о динамической термализации. То есть я возьму систему, которая описывает чисто динамическими законами, и поставлю вопрос. Возникла в ней термализация, динамическим образом образовалась ли в ней температура, ну и при каких условиях, и какие из этого будут следствия. Как должно быть распределение энергии. Ну и конкретно будет две модели, ну может быть даже три. Как бы, ну вот это будет динамика. Здесь показано как эволюция времени, волновой функции. Для разных, ну пятая мода возбуждается, в этом бильярде Бунимовича. Ну и вот четверть взятать, чтобы все симметрии. Х-х, Y-Y убрать. Вот как это эволюционирует. Волновая функция, ее модуль здесь показан во времени. Для одной моды, для другой. Вот возникает ли термализация для этих нелинейных мод. Ну и будут другие системы рассмотрены. Ну, что мы ожидаем? Как нас учат классики, которые мы читали. Классические книги мы изучали в Новосибирском госуниверситете. Вот Ландау Лившиц. Значит, это правило называют законом равно распределением. То есть, каждая мода должна иметь одну и ту же энергию в системе. Ну и вопрос этот вот, как бы он и возникал у ферми паста Улома. Дали какую-то начальную энергию, возбудили одну моду, передаст ли она энергию другим модам. Но я как бы не буду входить в историю, которая очень длинная, уже более 50 лет. Это я за проблемы ферми паста Улома. Ну, разные причины. На самом деле модель оказалась немножко, на мой взгляд, сейчас глядя назад, как бы несколько специфической. Хотя вот Израилев и Чириков, они написали какой-то, ну, на основе критерия перекрытия резонансов Чириков. В 1966 году они сказали, что на самом деле достаточно сильная энергия должна быть изначально введена в систему, чтобы нелинейность могла ввести. Появился хаос, и тогда возможно только эквироспределение по модам. Но есть и другая точка зрения, которая тоже все из Новосибирска шла. Захаров-Шаббат, которые показали, что нелинейное уравнение Шенгера, оно полностью интегрируемое. Ну, и на самом деле есть модифицированное уравнение КДВ. Ну, вот товарищи из автоматики, ну, где там все были, Кузнецов и Захаров. Ну, Захаров, правда, наверное, очень и не был. Ну, была большая лаборатория львовская, где изучалось, значит, вот свойства интегрируемых уравнений. Вот у них модифицированное КДВ кубической нелинейностью, которая довольно близко к этому варианту проблемы фирмы Пастаулома с кубической нелинейностью. Ну, и одна из точек зрения, которая продвигалась и отстаивалась Кузнецовым и Захаровым, что, ну, как бы это модели фирмы Пастаулома близка к интегрируемой системе, но есть и цепочка ТОДы, которая, не понял, русский профессор ТОДы показал, что она полностью интегрируемая, но она, какие-то первые члены ее разложения тоже близки к этой. Во всяком случае, кубической модели фирмы Пастаулома. Поэтому это некоторая специфическая, на мой взгляд, модель, у которой свои специфические условия, когда в ней будет хаос, возникнет хаос и термализация. И мне бы хотелось посмотреть какие-то более типичные системы, в которых такого не будет, специфических эффектов. Ну, на мой взгляд, вот такая система, про которую я большую часть данных буду показывать, которая эта модель изучала здесь. Это вот, как уже было на одном из первых рисунков, четверть бильярда Бунимович, который был, бильярда Бунимович. Ученик Синая. Ну, он доказал, что этот бильярд хаотический. Ну, и для квантовой задачи исследования свойств этой квантовой системы тоже было проведено. Ну, и для бильярда Синая тоже, для линейного уравнения Шюрингера, значит, в бильярде с такими границами, где классическая динамика хаотична, было показано, что вот статистика уровня, она как в сложных ядрах, как в случайных матрицах, закон о расталкивании уровня Вигнера Дайсона выполняется хорошо в этих бильярдах. Ну, и волновые функции, они как бы эргодичны на энергетической поверхности. Это про линейное уравнение. Ну, и также была вот тоже в России такая очень ранняя математическая теорема Александра Шнирельмана 1974 год, который показал, что он, ну, строго доказал, что свойства эргодичности собственных функций в таких хаотических бильярдах в пределе больших квантовых чисел. Это вот то, что мы знаем про линейную систему. Вот оно как бы при бета равно нулю. Мы получаем просто наше уравнение, линейное уравнение Шенгера в бильярде с такими границами. И как бы вот эта область квантового хаоса, которую Чириков здесь развивал в Яфе, которой я тоже очень занимался, и на Западе разные группы. Ну, эту часть линейную уже сейчас довольно хорошо понята, известно, что в каком-то смысле действительно волновые функции, они эргодичны на энергетической поверхности, они имеют вот такое свойство статистические, как случайных матриц. Ну и поэтому вот, естественно, возникает такой вопрос, давайте добавим нелинейный, напишем нелинейный Шенгер в таком бильярде, и посмотрим, что же будет происходить в такой системе. Ну, особенно интересно это, может быть, стало сейчас, потому что вот есть эксперименты с холодными атомами, базе-конденсат есть, а для базе-конденсата, ну, в области холодных атомов уравнение называется Гросс-Питаевский, и нелинейный Шенгер, а уравнение Гросс-Питаевского, когда в конденсате большое число атомов, то тогда вот такой нелинейная добавка уравнение Шенгера возникает. Поэтому, ну, можно думать, что такие эксперименты можно было бы реализовать с базе-конденсатом. Ну и, в принципе, люди уже создавали для холодных атомов такие бильярды, как-то берется лазерный луч, который быстро вращается, вот он прописывает такую форму, и динамика атомов, холодных атомов в таких бильярдах есть Разин в Остин, Тексас, и Дэвидсон, Вайтсмане, где они вот такие свойства холодных атомов в хаотических бильярдах действительно их реализовывали с помощью лазерного луча. Но, может быть, это, как я потом скажу, немножко упрощенный вариант тоже может быть предложен. Ну, поэтому вот выбрана такая система, и решается это нелинейное уравнение Шенгера. Ну, постоянная планка взята единицами, одна-вторая, ну, размер, вот, самая большая длина в этом бильярде Бунимовича. Вот этот кусочек мы только рассматриваем, она двойка, здесь единица, ну, вот тогда здесь полукруг, четверть круга такая. Вот в такой границе решается это уравнение Шенгера. Ну, на самом деле, конечно, оно не очень приятное, потому что, ну, надо сказать, в Калмогоровской турбулентности довольно много людей изучало, Назаренко и прочие, ну, там, последователи, другие последователи, Захарова, такие даже японские группы в двумерии, в трехмерии, вот такие, как Калмогоровские потоки по энергии изучались, от одних мод другим. Ну, весь вопрос в том, что, допустим, энергию возбуждаем какую-то одну моду, будет поток в верхней моды или нет. Ну, я могу это уравнение, в принципе, переписать, оно будет, может быть, конечно, намного сложнее выглядеть, но я могу разложить в базисе собственных функций этого бильярда, это полный набор, по нему можно любую функцию разложить, и в этом базисе тогда происходит эволюция этой волновой функции. Ну, и возникает вопрос, если я какую-то начальную моду возбудил, дал какую-то энергию в систему, она равна распределиться по всем модам или нет? Ну, с точки зрения вот Ландау-Лившица, который был процитирован, в классической механике каждая мода должна иметь одну и ту же энергию, и тогда я получу вот эту ультрафиолетовую катастрофу, вся энергия должна у меня уходить в высокие моды. Ну, это вот проблема, которую как бы планк поборол, введя постоянную планку. Здесь у меня как... Да. Такого потенциала нет, когда вы очистите сегодня? Не, ну вот потенциал, это вот граница бильярда у меня. Уравнение? Ну, уравнение внутри бильярда, оно свободное уравнение, ничего нет. Но я дальше рассмотрю несколько другой случаев. Ну, как это мы начали с этой задачи, потому что, ну вот в области квантового хаоса бильярды были уже в квантовой механике хорошо изучены, было показано. Ну, и методы есть, которые там, ну, тысячи, даже миллионы собственных состояний в таких бильярдах люди находят. Ну, вот в частности, эта группа в Буэнос-Айресе, они специалисты по нахождению собственных функций в таких бильярдах. Ну, как гранусловия пси равно нулю на границе. Свободное всем граничное однословие. Ну, стенки-то есть? Нет, ну, я и сказал, что стенки, ну, я же сказал, гранусловия на стенках пси равно нулю. Бесконечность. Бесконечность. Да, без нелинейности. Вот без нелинейности, как бы, ну, вот был область, есть область квантового хаоса, где вот в течение там 20-30 лет изучали. Ну, вот я сказал, кратко резюмировал результаты этих исследований, что статистика уровней, как в сложных ад ядрах и молекулах, описывается, как в случайных матрицах, как было Анзатс Вигнера прекрасно это все описывает. Есть линейное расталкивание уровней ПЭТС. То есть, в этом смысле ты можешь массу менять, фиксировать нормировку, можешь массу зафиксировать, меняешь интеграл в пси-квадрат. Нет, пси-квадрат интеграл у меня сохраняется, это единица. Ну да, но при этом для того, что уравнение нелинейное, ты всегда можешь трогать. Нет, ну, это да. Если уравнение линейное, то, ну, я как бы, ну, выбрал единицы и все. Но это правда, что когда уравнение нелинейное, можно либо в нормировку загонять, ну, либо это да. Но я выбираю нормировку, как в квантовой механике, пси-квадрат равно единице, интеграл по х, по площади. Ну, а бета я буду менять. Ну, у меня будет поскольку, ну, можно сказать, что при этих единицах, которые я выбрал, ну, типичное расстояние, среднее расстояние между уровнями в этом бильярде, оно приблизительно 7. Ну, вот так выходит. Эти уровни, конечно, флуктуируют, они как-то, они имеют расталкивание Вигнер-Дайс. Распределение по энергии, что вы сказали, что-то странно? Ну, это теорема Вайла, сколько, ну, сколько уровней находится у меня. Ну, я считаю, фазовые объемы, в фазовом объеме вычисляют число уровней, это первое слагаемое от Вайла, но он... Они не вырождены, они не вырождены. Здесь хаос, поэтому здесь вырождения нет. Это не прямоугольник. В прямоугольнике есть вырождение. А в этом, ну, правильно, если бы я взял бы вот полный бильярд, то у меня была бы еще симметрия x-x, y-y, и было бы там квазивырождение. Вращение по-часовое, против-часовое могли бы... Но я взял одну четверть, поэтому у меня все симметрии сняты, и в этом, в одной четверти этого бильярда Бунимовича, ну, вот, который был... А можно совсем глупый вопрос? А постановка задачи какая-то? То есть вы вкачиваете энергию в какой-то уровень? Да, ну, вот я сейчас скажу, да, ну, да, ну, вот я хочу сначала... Вот я описал свойства линейной системы. Я говорю, что мы хорошо за 20 лет изучения квантового хаоса мы поняли свойства, такие универсальные свойства таких систем. И действительно, это все работает вот в среднем. Ну, расстояние между уровней это и так можно с теорием Ивайла считать, ну, приблизительно 7, но эти уровни не флуктурируют там, они расталкиваются и все прочее. Теперь я ввожу нелинейный член, но это, конечно, задача сложностью резко подскакивает, потому что ну, уже... Ну, можно искать стационарное состояние, некоторые люди этим занимаются, но это в каком-то смысле бессмысленно. Это набор собственных линейных. А? Не, не, не. Вот это проблема нелинейных уравнений. Ну, вот что Захаров тут прекрасно понимал, что нелинейные уравнения, они намного сложнее. Там можно искать стационарное решение нелинейного уравнения, но их смысла не имеет. Потому что для нелинейного уравнения, в отличие от линейного, в линейном уравнении нашли собственные функции, они полный набор, по ним разложили, ну, какие-то осцилляции коэффициентов. Они не образуют полный набор. А вообще нет, ну, можно искать стационарное решение уравнения Шерлингера. Их можно искать, но... Нет, нет, проблема следующая, что мы можем найти какие-то решения стационарные этого нелинейного уравнения. Их бесконечно много. Их бесконечно много. Но проблема даже не в том, что их бесконечно... Ну, тех тоже было счетное, а здесь, может, континуум будет. Помогу я любую функцию разложить по вот этому набору? Нет, счастливо. Нет, полный набор есть, полный, Саша. Полный набор линейной задачи, есть полный набор. Любую функцию могу разложить по полному набору. Это задача не линейная, а, так сказать, а собственные функции есть? Нет, вот вопрос, это фактически... Нет, собственные функции линейные. Есть определенная энергия, есть? Энергия сохраняется. Здесь два интеграла у этого уравнения. Норма, Пси-квадрат интеграл равен единице. И энергия, я задал энергию, энергия сохраняется. Это консервативная система. То есть какое... Но какое будет распределение по линейным модам, никто вообще говоря не сказал. Математики до сих пор бьются, чтобы доказать, существует ли решение этого уравнения. То, что ты говоришь, энергия сохраняется, это имеется в виду интеграл по D3X. Ну, ну, по D2X, да. Или по D2X? Да, да. Ну, это энергия, да. Это энергия. А что? Ну, это интеграл. Обычно у тебя, в смысле, ситуация другая. У тебя Кси-АТХ какая угодно, да? А зависимость от времени и минус Е... Ну, это вот с чего и начинали. Вот это нелинейный Шрингер, Захаров-Шаббат, там и Лакс, и Крусского, Грин Мюр. Замутра система энерососа? Не, ну вот это было большое достижение, ну, у нас это был Борико Напельченко в теороделе, существование полного набора интегрируемых решений. Вот это было для уравнения Картавека-Дивриза, вот это было большое достижение Грин Крусского-Мюла, ну, и там Лакс, потомка, за которую тоже дали премию Абеля в своем, там, может, лет пять назад. Вот. Но там, то есть, есть нелинейное уравнение типа нелинейного Шрингера в одномерии, вот где есть полный набор решений, это полностью интегрируемая система. Но вообще говоря, вот в двумерии ничего не известно, а тем более с такой границей тоже ничего не известно, и математического утверждения даже нет, существует ли решение. Вот с математической точки зрения, я написал это уравнение, есть ли у него решение. Это математики до сих пор этого утверждения сделать не могут, потому что, ну, не исключено, что вся энергия, хотя она полностью, она сохраняется, полная энергия сохраняется, но какая-то часть пойдет в высокие моды, вот эта ультрафиолетовая катастрофа действительно возникнет, и, ну, то, с чем боролся планк в излучении четвертого тела, в этом уравнение реализуется, и часть энергии высвистывает куда-то там на бесконечно высокие энергетические моды, пусть малая часть, или какая-то... Про коллапс не говорю, но у меня, да, ну, про коллапс я его и не буду изучать, у меня бета будет положительная, я коллапс изучать не хочу. А энергия... Ну, энергия, это вот надо будет взять интеграл p квадратом, ну, и добавить еще нелинейный член типа хард-рефока, ну, такая будет полная энергия с интеграл по площади. Ну, да. Какой способ при сильной нелинейности смотреть, как у тебя... Она у меня не очень сильная. Нет, Саша... Революционирует, так сказать, это не так и линейное решение в этом смысле. Не, ну, интересно, ну, как понять, какие свойства этой системы и будет ли в ней термализация. Ну, вот я и начал с термализации. Я покажу, что вот будет не классическая термализация, но на самом деле это как бы классическое уравнение, потому что вторичного квантования я не написал. Уравнение нелинейное. Ну, если я напишу для... в базисе линейных мод, ну, будут какие-то нелинейные осцилляторы с какой-то, ну, средней, модерой, как бы сказать, там, умеренной связью нелинейной. Ну, и, в принципе, я бы тогда вот по Ландау-Лившицу должен был ожидать, что каждая мода будет иметь одну и ту же энергию. Ну, это значит, что вся энергия пойдет в ультрафиолетовую катастрофу на высокие моды. Это понятно, когда у вас взаимодействие маленькое. А если оно большое, с чего... Не, да, ну, я здесь, я не такой этот хлопец, который хочет все на свете перевернуть. Я возьму модер, это, ну, умеренную нелинейность. У меня будет бета, порядка расстояния между уровнями, ну, там, 2, 3, 4. Ну, она не сотня, не... Это уже в новости. Нет, ну, как она... Это отвечает за релаксацию, правда? Нет, ну, я не знаю, Рома, здесь что такое релаксация? Это гамильтоновая система. Энергия сохраняется, я могу ее написать, тут все... Это консервативная система, да? Ну, и здесь, да. Ну, вот это, не, ну, да, вопрос вот с этим... Это же не солитоны здесь. Вот для солитонов это было важно, что когда нашли солитоны, показать, что эти решения, они устойчивы. Ну, и где для каких-то там разными методами, там, рубенчик и все они, там, Кузнецов, Львов, Захаров доказывали устойчивость. Ну, когда полностью проинтегрировали, то, конечно, даже это просто доказывать устойчивость. Ну, есть действительно более сложные системы, в которых мы не знаем, интегрируема или нет, но устойчивость в каких-то случаях можем доказывать. Но здесь меня это... Ну, это правильно, это, конечно, устойчивость, это важное свойство, ну, потому что, вообще говоря, здесь, ну, может, какие-то будут устойчивые, но большинство неустойчивые... Ну, в математике сразу же возникает вопрос, похожая, там, доказывают, когда существует, если существуют стационарные решения, на самом деле, они могут не существовать. Да, а я тут за стационарными гнаться не буду. Ну, моя логика... Ну, не на динамику как-то веет. Нет, да, ну, вот, моя логика будет такая. Я буду решать численно это нелинейное уравнение, ну, начиная с какого-то начального условия, и дальше смотреть эволюцию во времени. Ну, я могу начать возбудить первую линейную моду, ground state, вторую, третью, четвертую и так дальше. Ну, где-то там. Ну, и численно я решаю это уравнение, ну, и смотрится распределение по первым 50 модам. Ну... У вас соотношение длин там выбрана двойка, да? А от этого соотношения вообще что-то существенное? Да нет, это оно не... Ну, это просто, ну, какая-то нормировка вот этих численных. Вот. Ну, это вот этот рисунок. Значит, вот пятая мода была линейная, возбуждена изначально. Ну, это при бета-десятке. Ну, и вот она как-то эволюционирует во времени. Начальная, собственная мода, ее видно. Ну, вот дальше как-то начинают эти другие моды возбуждаться. Ну, как какие-то возникают сгустки, как-то они гуляют по этому билярду. Ну, десятая вот так себя ведет. Ну, вот такое поведение. Теперь дальше идеология. Ну, вот дальше как это распределяется по модам. Например, это вот бета-двойка. То есть, ну, да, относительно слабая нелинейность. То есть, она меньше расстояния между уровнями. Ну, и я вижу, что во времени практически, если я возбудил вторую, там, какая мода, десятая возбуждается, нелинейность двойка, то вот так и остается. Все сидит в основном в этой десятой моде. Ну, какие-то другие несколько мод возбуждаются, но нет возбуждения большого числа мод. Если я увеличиваю бета вот здесь, то я вижу, что возбуждается уже большее число мод. Вот здесь там десятые, двадцатые моды возбуждены. Ну, вот как-то идет распределение уже по большему числу мод. Ну, такое впечатление, что какое-то есть критическое, возможно, или такое квазикритическое значение бета. Ну, так оно выглядит, порядка расстояния между уровнями, когда вот идет, начинает идти распределение по другим модам. Нет, ну, это не стационарно, оно не стационарно, оно во времени у меня дышит. Оно у меня дышит во время. Система... Нет, оно дышит. Это не есть стационарное решение, вблизи которого... Она сильно гуляет вблизи него. То есть это не так, что как у осциллятора нашли фикс-поинт, и вблизи него отклонился, слабо гуляя вокруг этого фикс-поинт. Она довольно сильно дышит, но вот видите, какие большие флуктуации этой плотности. Но теперь давайте усредним... Да, есть такой вопрос, как во времени. Здесь, ну, 40 единиц, ну, можно говорить так, чему это соответствует 40 единиц. На самом деле это около 600. Вот если взять частицу, которая будет бегать, я ей дам такую энергию, и вот она будет бегать в этом бильярде, то она около там тысячи столкновений за это время сделает. То есть это довольно много столкновений. То есть классическая частица уже заведомо хаотизируется, потому что время Липуновское, это расхождение траектории, оно порядка единицы здесь, в этих единицах. То есть здесь довольно сильный классический хаос уже имеется. Хотя, конечно, хотелось бы на более длинные времена идти, ну и что мы хотим ожидать. Вот давайте будем раскладывать, найдем вероятность распределения по модам и усредним их во времени. То есть вот если бы мы предположили, что у нас есть квантовая база Эйнштейна, ну и распределение базы Эйнштейна, то тогда бы мы вот написали вот такое распределение по вероятности по уровню. Я говорю следующее, что ну нелинейность относительно слабая, но она как-то может в среднем немножко уровни хард-рефоком сдвинула, но это несущественно, даже там меньшее расстояние между ближайшими уровнями, ну а энергии там я могу тут искать 500 или 600 у меня будут. То есть это какой-то маленький эффект. Ну и давайте проверим вот этот, сделаем анзация распределения базы Эйнштейна. Давайте его заложим. Вот EMT – это уровни одночастичной линейной системы без нелинейности. Ну а ROEMT – это вот распределение, средняя вероятность снахождения частицы на данном уровне. Вот мы ее в каждый момент времени можем вычислить, усредним во времени и получим какое-то среднее распределение вот этих ROEMT. Ну и тогда, если я знаю среднюю ROEMT, ну я знаю тоже, что у меня энергия тоже энергия линейной моды, умноженная на вероятность в этой моде, сумма равна полной энергии системы. Но я могу также вычислить и энтропию. То есть, ну вот если я пишу ту же термодинамику, то я должен быть честен сам с собой до конца. Написал, сказал А, должен сказать и Б, тогда у меня есть и энтропия, которая вычисляется этой формулой. Ну и в принципе, как только я задал эти уровни энергии, я сказал, что какую-то энергию я вложил, это одно уравнение, второе уравнение я нашел энтропию, ну и тогда у меня определяются две неизвестных переменных химпотенциал и температура. То есть, если из моего численного счета я вытащил энергия, но энергия – это моя начальная энергия, допустим, я возбуждаю одну моду, я знаю, какая начальная энергия у меня вложена в эту моду. Ну и дальше, в процессе эволюции я нахожу средние вероятности на каждом уровне М, я вычисляю эту энтропию, ну и я знаю тогда энтропию. А зная энтропию и энергию, я все вычисляю и мёд, и температуру, и все-все-все прочее. То есть, как только я вложил энергию в эту систему и предположил, что у меня есть термодинамическое распределение возникло, то все уже, задача как бы задана, и термодинамика мне дает ответ. Я тогда хочу проверить, как это будет функционировать. Ну, это, конечно, квантовая термодинамика, ну, может, квантовая гипс, он не очень сильно будет отличаться от базы Эйнштейна, но мы используем здесь распределение базы Эйнштейна термическое. Ну, так, честно говоря, я бы мог, конечно, и гипс использовать с этими квантовыми уровнями, но разница не очень большая. Если ты пишешь просто свой единственный фрингер, ниоткуда не следует, у тебя будет база Эйнштейна? Конечно, ниоткуда не следует. Наоборот, наоборот. Престственности ничего там нет. Не, ну, наоборот, как написано в Ландау-Лившице, энергия в каждой моде должно быть соблюдать равно распределение. А у меня это как бы нелинейные связанные моды. То есть в каждой моде должна быть одна и та же энергия, но это мне говорит, что начальная энергия будет уходить в более верхние и верхние моды, ну, какая-то часть. Так, чтобы, конечно, полная энергия сохранялась, полная норма сохранялась, но это есть ультрафиолетовая катастрофа. Ну, и вообще классическая термодинамика бы мне сказалось, что вот это я и должен наблюдать. Но я наблюдаю квантовый гипс, если хотите, ну, или квантовый Базе Эйнштейн численно. Вот я вижу, что вот это я наблюдаю, и вот, ну, как бы подтверждение, это вот эта кривая. Вот красная линия, как только она от бета не зависит, ну, фактически, не считая этого слабого какого-то хард-трифоковского сдвига, вот она мне говорит следующее, что вот если у меня начальная энергия вот такая, она по этой оси отложена, то тогда энтропия этой системы должна быть вот такой. Ну, я меняю темпу, вот тогда энтропия есть функция энергии, которая, ну, или, как здесь было у меня написано, неявная, все у меня есть неявная функция, там, температуры, с энтропией есть функция температуры, энергия есть функция температуры, ну, и мю тут, химпотенциал у меня еще, вот, ну, и мю есть тоже функция от температуры, или есть, я могу сказать, что мю есть функция от с и энергии, и если я задал энергию, то у меня есть энтропия, и я вот все определил. Ну, вот это красная линия, Теперь, ну что я вижу, что если бы это мало, ну а если бы я предположил какое-то такое равнораспределение по первым 50 модам, которые здесь показаны, то вот была бы такая пунктирная желтая линия. Ну, если бы это мало, ну вообще ничего никуда, энтропия не растет, мало мод возбуждается, то есть энтропия малая, никакой термализации здесь нету близко, ну вот как-то болтается на нескольких нижних модах. Ну, хорошо, ну вот я как бы говорю, но это сложное уравнение, которое там кровью решается, но... Ну, это не обязательно, нет, но есть теорема Кам, Калмогорова Арнольда Мозера, которая вам гарантирует, что вот если нелинейность мала, все равно будет вечно устойчива. Поэтому это не так очевидно, что любая нелинейность, ну вот это то, чего ожидали ферми по астаулам, они бросили энергию в одну моду, у нас есть нелинейность, ну вот все должно размешаться, ничего не размешалось. Ну, по разным причинам, или ниже границы хаоса были, или близки были к полностью интегрируемой цепочке Тоди, тут разные причины. Ну вот... А Куксин там тоже шире, например, в компьютере? Кто? Куксин, да, есть Куксин такое, в Париже. А там, случайно? Там есть деятельность, действительно, ну, которой мы тоже там занимались, есть, можно взять, ну, я ее отмечу здесь, она как бы, мы начали с того конца, ну, я подойду к... Если вы не понимаете, вот у вас есть сохраняющиеся энергии, да? Ну, это полная энергия, да? Я не вижу нелинейные, например. Ну, нелинейные есть, нелинейные добавки, от нелинейной части ничего не сохраняется. А если у вас все приходит в модуль высокий линейный уровень, то, как у вас, как у вас, как у вас? Идея Калмогорова, это то, что в турбулентности мы энергию инжектировали на больших размерах, а они потекли все в малые, и там где-то поглотились. Нет, вы не имеете в виду, что если у нас все равно энергия, то это не просто учтянца. И здесь, если мы смотрим на возбуждение с малой энергии, то так будет равна с 4. Но мы будем иметь энергии возбуждение, порядка полная энергия, там будет прицать. Почему? Да почему? Какому фазу малого объема? Здесь никакого фазового объема. Мы не можем возбудить возбуждение, потому что в итоге больше чем полная. Почему? Что значит полная? Энергия равна начальная, которую мы вложили в систему. Я возбудил, ну конечно, если я возбудил мод, дал энергию 100, то это значит начально, если я возбуждаю пару мод, то их энергия должна быть у каждой моды приблизительно 50, чтобы в сумме дать 100. Ну или одну моду превозбудил с энергией 100. Но дальше-то вопрос у меня, вот я тут и вы, здесь как ставится задача? Вот эта энергия, это энергия одной начально возбужденной моды. Ну вот когда, ну поскольку расстояние между уровнем 7, то вот когда я тут до 400 дошел, то это значит номер уровня здесь где-то 50. Вот, ну никто мне не запрещает возбудить номер уровня 50. Ну и он должен как-то распределяться или не распределяться по другим энергиям. Вот я вижу, когда бета равно двойке, то ничего по другим модам не распределяется. А когда бета доходит до десятки, я вижу, что вот все эти точки, ну вот они усредняются по разным временным интервалям. На интервале 4-5 усреднение дает сильное отклонение от термического база Эйнштейна. Но когда я перешел 16-20 или 20-40, у меня есть хорошее распределение, которое близко вот к этой красной линии, которое дается анзациям вазы, вазы распределения база Эйнштейна. То есть это работает. А уходить может, Рома, но энергия будет сохраняться. Ну представь, что у тебя на высоких энергиях вероятность падает как единица. А конечная часть не может уйдеть? Да, конечно, да, конечная не уйдет, потому что, но может уходить хвост какой-то единицы на N, например. Но равно распределение же, оно что говорит? Никакая вероятность будет в данной моде, а что ее энергия должна быть, энергия на моде 100 должна быть такой же, как на моде 10. Понимаю? Вот и в этом же стоит. На самом деле это просто путаница в языке. Представь себе, что... Ну, где вам? Представь себе, что у тебя есть вообще линейное уравнение Фейнгера обычное. И ты, Геннадий, добавил маленькое изменение потенциала. И смотришь новую функцию через старую. У тебя стоит сумма по всем, а рассматриваешь ты по старому базису. У тебя есть куча-куча членов, включая хоть СДН-Г1ТФ. Но при этом сама энергия системы, она чуть-чуть изменится. Никуда у тебя ничего у тебя не возбуждается. Ты интерпретируешь коэффициент СДН-Г1ТФ, так как возбуждение куда-то. Никуда у тебя не возбуждается. Нет, как же не возбуждается? Возбуждается, я же, ну, конечно, но я же вижу, у меня эта энтропия. Я спрашиваю, что у УПСИ точно УПСИ. Ну, базису старому, линейному. Нет, линейному, ну а как ты делаешь термодинамику, а как ты пишешь термодинамику? Ты тоже сказал, что у тебя твоя система с заданными уровнями, она подсоединена к какому-то термостату. И этот термостат дает тебе распределение. Еще раз говорю. Ну, Маш, интерпретируешь язык теории возмущения для половой Солнца как возбуждение? Нет, ну это не так, потому что если линейная добавка, то это стационарная. Если ты закачал конечную энергию, у тебя энергия вообще не изменится, это сохраняешься. Нет, так энергия у меня всегда сохраняется, Саша, я же сказал, что энергия это интеграл в этой системе. Сейчас ты берешь, с учетом нелинейности, или с учетом чего угодно поправки за счет конечного размера ядра, раскладываешь точную волновую функцию по старому невозмущенному базису. Это буквально... Ну и что, оно тебе даст распределение база Эйнштейна? Ну, конечно, не даст, Саша. Ну, а я говорю, что у меня возникло распределение база Эйнштейна. Я не слышу тебя, говорят. Ты не можешь интерпретировать коэффициент ЦН, ЦН, ЦН как возбуждение Н-того уровня. Как же? В отношении к возбуждению оно не имеет. Ну как? Ну, это в стационарной задаче, Саша. Ты добавил стационарную систему линейную. А здесь система нелинейная. Поэтому это разные вещи. Если бы Ферми по столам взяли бы, написали линейную добавку к своей линейной цепочке, они бы и не ждали равного распределения по энергиям. Они написали нелинейную добавку. И в этом вся история была, которая 50 лет длится. И в этом разница. Но я вижу, что у меня мои численные точки пошли, подтянулись к этой термодинамической кривой, к С от Е. Ты рассматриваешь точное решение. Здесь нет стационарного решения, Саша, в этой задаче. Ты рассматриваешь по нестационарным решениям другой совсем. Ну это просто чтобы проверить, как в термодинамике. А как ты делаешь термостат твой, подсоединяешь? Ты же тоже пишешь разложение по каким-то стационарным уровням. Ты же не будешь интерпретировать, что у тебя возбуждается полиномодержанг? Нет, ну почему? Ну когда ты подсоединил твой осциллятор к термостату, ты написал распределение гипса, квантового гипса или чего угодно в этом осцилляторе. Я это то же самое. Здесь идеология... Ты не подчисла в другой задаче совершенно. Да нет, но я полинейно раскладываю все время. Я тебе и говорю, что он имеет косвенное отношение к той задаче, которую ты рассматриваешь. Ты можешь любой базис выбирать. Нет, ну можно любой, но он не будет правомерным. Почему не будет? Ну в любом базисе, но в любом базисе не будет этого база Эйнштайна, Саша. Ну ясно же. Нет, ну вот смотрите, небольших бета... Но я не пойду в большую, я не буду брать бету сотню, которая вообще физику изменила. У меня беты, ну они относительно слабые. Но бета... Как я бы сказал, имеет какой-то смысл, когда у вас бета маленькая, совсем маленькая. Почему совсем? Ну насколько маленькая, Рома? Ну это вопрос... Не, ну я вижу, что когда бета двойка, то ничего не происходит, Рома. Я вижу, что когда бета двойка, то ничего не происходит, термализация не возникла. Но так же, как и было у Ферми-Пастаулома, никто не ожидал, что если бесконечно слабую нелинейность включить, то возникнет термализация. Там есть теорема КАМ, которая, ну она, конечно, математическая теорема, но есть и критерии перекрытия резонансов Челиков. Значит, ты раскладываешься по полиномам Лежандра. Ну Саш, ну не будем. Как у тебя расположение? Ну Саш, ну давай возьмем осциллятор, подсоединив мы его к термостату и начнем раскладывать по полиномам Лежандра. И что тогда мы в полиномах Лежандра увидим распределение там База-Эйнштайна? Ну как, ну ладно, ну хорошо, давайте вот двинемся. Моя точка зрения такая, я вот еще идеологию подчеркну. Идея такая, что вот эта нелинейная часть нелинейного Шрёдингера, оно играет роль динамического термостата, который, он относительно слабая нелинейная добавка, но она термализует систему внутренним образом, динамически. И она мне дает генерирует термическое распределение по этим квантовым уровням линейной системы. Вот такая идеология. Я делаю этот анзац, и я действительно вижу, что при малых бета ниже некоторого критического этого не происходит, никакая термализация не работает. А при бетах порядка десятки и там двадцать, я вижу, что у меня возникает действительно этот анзац термический, он работает. Ну и я могу другие проверки сделать, например, я могу вычислить, как только я сказал, что у меня энергия задана, я могу из энергии определить температуру и смотреть, как температура зависит от энергии. А могу вычислить температуру либо из энергии, либо из энтропии. Ну и вот эти вычисления средние. Вот эта температура как функция начальной энергии, первой, но возбужденной моды. Красная линия – это теория, черные точки – это численные данные. Ну вот при бете, конечно, это уже бета-десятка. Ну вот до 50 уровня я вижу, что вот такая, если я возбудил вот такую-то моду, ну здесь до 50, от 1, от ground state до 50 моды, я вижу, что термический анзад здесь работает. Теперь если я вот как функцию энтропии могу отложить, тоже работает, но есть у меня тоже кривые как химпотенциала, как функция энергии, или химпотенциал, как функция температуры. – Если у меня есть минимальная энергия, то она у тебя всегда равна… – Нет, ну 13, здесь ground state, энергия ground state равно 13. – Вот я лопат на начальном условии… – Ну на начальном будет отклоняться… – Но у тебя все термализуется, и все поедет… – Нет, ну в квантовом распределении, но если ты… Нет, это было бы в классическом термическом распределении. Это правильно, в этом и парадокс. Я подчеркиваю, что у меня не возникает такая парадоксальная ситуация, что из классической термодинамики у меня бы все должно размазываться было по всем модам. И все учебники, ландау-лифтис, мне говорят, что если я взял какие-то нелинейные осцилляторы, ну с какой-то умеренной связью, которая их возмущает, но не трансформирует, а что-то совершенно в полиному или жандры, как ты любишь. Ну слабое относительно взаимодействия. – Я вложу на систему, и нет, и нет, и нет, и нет. – Да, ну она не была, вот она отличается, здесь есть какие-то отличия, и вот я не говорю, что это кривая точно там, но начиная с некоторых уровнях, она вполне следует. – Значит, я все равно, например, туда будет вовлечено куча уровней бесконечности? – Нет, так это же квантовое распределение, там вероятность на высоких уровнях падает экспоненциально. Я же написал база Эйнштейна. Я же не говорю, что у меня равное распределение возникло. Я наоборот сказал, что база Эйнштейна – это не есть равное распределение. А из классической термодинамики я бы должен был ожидать, что энергия в каждой моде одна и та же, а этого нет. Мне кажется, если вспомнить, как возникает хроновая плавка? Она возникает из-за того, что частота однозначно связана с энергией. То есть потом за на чистотой не может быть с энергией меньше какой-то. И поэтому… – Ну как, ну есть спектр, ну как, Олег, я не понимаю, о чем ты говоришь. – Энергия спорта на Ашумика, поэтому… – Ну у меня дискретно, у меня дискретный ящик, возьми прямоугольник, но в нем ты задал какую-то моду. – Вопрос, пожалуйста. – Ну, да. – Значит, вот такая, скажем, однозначная связь между частотой и энергией может быть, ну, означает, что фотон фактически выступает как частица, которая неделима… – Нет, Олег, я говорю про уравнение, линейное уравнение Шенгера. Фотон – это не фотон. – Нет, ну не концентрируют, ну, я написал, вот это кривая красная, – это есть следствие анзация, распределение… Предположим, что у нас есть температура в этой системе с данными уровнями линейной системы. Там все частоты, все энергии однозначно определены номером уровня. Интегрируемости в этой квантовой системе нет. По классике, классические частицы в этом бильярде движутся хаотически. Статистика этих линейных уровней, как в случайных матрицах, в сложных ядрах. И теперь, ну, единственное отличие, что у меня возникла некоторая нелинейная добавка, которая, тем не менее, сохраняет энергию. И говорится следующее, что вот если бы с классической термодинамики я бы должен был ожидать, что, поскольку вторичного квантования я не сделал, то вот между этими осцилляторными модами, ну, вот этими линейными уровнями, у меня должно бы быть равно распределение энергии. То есть каждая мода должна иметь одну энергию. Ну, и тогда эта энергия потихоньку, конечно, в 50-е будет 1,50-е, но полная энергия сохранится. Но хвост будет идти, поскольку вероятность сохраняется, то она будет падать как единица на 50 или сколько-то там. Вот. Но всё, все эти интегралы сохранятся, но действительно будет, энергия будет уходить в высокие моды, и это есть ультрафиолетовая катастрофа. Ну, что фактически было и причиной, почему Планк ввел обрезание на верхних. Ну, теперь, ну, если я... Ну, вот, да, вот, ну, у него был этот же парадокс, вот эта кривая написана из Википедии, вот эта классическая кривая с расхождением вероятности на низких, на высоких частотах. Но частоты у него здесь... Не высокие частоты здесь у него, поскольку здесь лямбда отложена. Ну, дискретность, да, но... Это не то, что он там на больших частотах бралку свой обрезать. Их обрезание у них не дымит. Ты понял? Ну, как, ну, вот эта формула Планка, фактически... Не, ну... Не, ну... А здесь я говорю наоборот. Я задал энергию начально в эту систему и получил температуру. Ну, а если получил температуру, то получил энтропию, получил химпотенциал. И могу проверить, работает, не работает. Ну, почему... Почему хорошо? Ну, как меня учил на первом курсе Юрий Борисович Ромер, когда мы слушали термодинамику, чем хороши... Почему здесь берется энтропия и энергия? Потому что обе, они аддитивные величины. Они складываются, они самоусредняются. Поэтому, ну, у меня, как в любом численном эксперименте, есть флактуации, все, но я дальше покажу какие-то картинки. Но эти, они лучше усредняются, они более стабильные. Поэтому я рисую именно в этой плоскости. С от Е. Да. Ну, сейчас, ну, Ром, ну, давай гостям дадим слово. Я раньше думал, что конденсация по Сейнштейна за пределами просто СТЕСКО находится. Кросс-Петерски описывает состояние, а конденсацию на получаемый для них взаимодействующих позорах. Не, это конденсат. Да, ну, да, 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 да. Не, ну, о. Нет, да, ну, для базы Эйнштейн-конденсата взаимодействие действительно необязательно. Но, как бы, мне этот гросс Петерски, ну, Петерски показал, что это уравнение можно писать, когда есть большое число частиц, то вот эта нелинейная добавка, она правомерная и, как бы, правильно учитывает вот квантовость при большом числе частиц. Можно, да, но тогда будет линейное уравнение. Мне интересны эффекты нелинейности. Эффекты взаимодействия. То есть, да. Нет, я не скажу, нет, нет, нет. Ну, как бы, вот, ну, конденсация, это когда, ну, большая часть частицы в основном состояние. Но здесь это свойство, оно, как бы, когда есть континуальный спектр, ну, очень большой ящик. Вот, ну, здесь у меня ящик конечной длины, и поэтому, ну, действительно, такой вопрос мы обсуждаю, смотрели, ну, не могу ли я сказать, что вот на основном состоянии там сконденсируется большая часть. Но система здесь конечная, и поэтому, ну, тут есть флуктуация, то есть тут нет такого эффекта из-за конечного размера. Но у базы конденсации, она как бы в континуальном пределе. Вы планируете к тому, что у вас убираются все эти частицы из-за нелинейности в одном состоянии, и стали говорить про BAC. Нет, но я говорю про BAC. Почему мне нужно BAC? Потому что я хочу написать нелинейный Шеннингер. Да, но я хочу тогда взаимодействующие холодные атомы в базе конденсат. Они могут быть невзаимодействующие. Нет, ну, правильно, но я могу взять конденсат невзаимодействующих частиц. Правильно, можно, но мне хочется конденсат взаимодействующих частиц. Ну, то есть я введу, допустим, меняя магнитное поле, этот фешбах резонанс, я введу взаимодействие. Ну, и для меня важен то, что частицы взаимодействующие. Я не обсуждаю невзаимодействующих конденсат. Ну, хотя... Может быть, природа так и работает? Может быть, на самом деле, конденсация идёт через из-за слабого взаимодействия? Нет, ну, не обязательно. Нет, ну, можно есть базы конденсат. Ну, правильно, правильное замечание, что базы конденсат, вообще говоря, не значит, что должно быть взаимодействие. Он может быть без взаимодействия. Ну, я не хочу в это, как бы в это идти. Я как бы фундаментальный вопрос, вот как взаимодействие влияет на... Возникает ли от него термализация? Ну, да, правильно, совершенно, да. Нет, ну, тут такое делать, что... Не означает ли, что это какое-то такое решение, как было, скажем, оно уже как числица... Ну, здесь нет солитонов, Олег. Ну, в этой задаче нет солитонов, никто не доказал. Не Захаров и... С другой стороны, мы видим результат с регуляцией, что это какая-то действительно компактная образование. Нет, почему? Это компактная... Я же смотрю распределение в энергетическом базисе, а это координатный базис. Чем темнее, тем более плотно. Больше плотно. Вот больше... Ну, они как-то флуктуируют, Олег. Сопроги с водой, и там тоже несколько крупных... Не, ну, Олег, это... Ну, они перемещаются, они не обязательно в одном и том же месте, но это какой-то снэпшот, я сделал и все, но термодинамик, термическое распределение, это координатное пространство, а вот это... Вот это в энергетическом написано. Но это правильно, что я не получил... Ну, как только я ввел вот эту температуру, в этом распределении высокие уровни не возбуждаются. Там вероятность падает экспоненциально. Тогда бы у меня не было термического распределения, если бы... Почему? Но оно дышит, оно... Почему произвольно? Он непроизвольный. Ну вот, Олег, вот... Ну почему он произвольный? Он базис очень естественная для системы. Он собственный базис линейной задачи. Я по нему... Это не означает, что он непроизвольный. Ну как, ну... Ну как, ну... Давайте эту в старом усею напишем до следующей степени ЕНОТФ или Минус ЕНОТФ, подставим ваше линейное уравнение. Получим тоже нелинейное уравнение, да? И теперь мы будем его линейзовывать. Получит совсем другой результат. Не, ну это, как Саша говорил, нет, ну можно, нет, Ну, в нелинейном уравнении можно либо нелинейность менять, либо нормировку. Но я зафиксировал нормировку, ПСИ квадрат равно единице. Нормировка не меняется, при том, при той замене, которую я сказал. Еще раз. Е в степени минус ЕНОТФ. Просто минус ЕНОТФ. У вас получилось пробовать линейное уравнение абсолютно... ЕНОЛЯ? Е в степени И? Минус ЕНОТФ. Ну по модулю в квадрате ПСИ у меня входит. Поэтому, если ты только фазу меняешь, то... У меня ПСИ квадраты по модулю. У вас получится уже другое. Там это ЕНОЛЬ ОСТАНЕТСЯ, правда? Ну, ну будет, ну и что... Ну и что, ну... Ну у меня химпотенциал куда-то это все тоже. Ну уйдет это в химпотенциал этот сдвиг. Ну и что это мне? Ну это у меня ничему нет. Нет, ну энергию можно сдвигать как-то, да. Такая замена, это реально, но я еще хочу сказать, что вот фактически вы апеллируете к базису, который получается о линеализации в вашем уровне. Да, да, да. ПСИ равном нулю. То есть раскладываете по манерам. Ну при БЭТА равном нулю. Нет, я не могу взять ПСИ равно нулю, Рома, потому что у меня интеграл ПСИ квадрат равен единицы. Это был большой, в том-то все и дело. Это большой, в порядке расстояния между уровнем. Ну да, но у меня энергия, Рома, ну вот здесь у меня энергия 400, да, а БЭТА, ну 10, ну в 40 раз меньше. Расстояние между уровнями? 7, 7, да, но сравнимо с расстоянием между уровнями. Ну и что? Так а когда при Росландии при БЭТА, то манер. Нет, ну я просто выбрал в этот базис и говорю, что… Нет, ну не произвольный базис. Ну не произвольный, ну как? Почему? Ну давайте, товарищи, мне было сказано, что я должен закончить в 5.25. Нет, это ключевой вопрос вопрос определения интерпретации. Нет, нет, да, ну вот я говорю, моё… Как-то численно считает? Нет, ну численно, да, но я говорю, утверждение такое, что возникает парадокс между классической термодинамикой и квантовой. У меня в классической термодинамике возникает квантовое распределение Бензейнштейна или квантового гипса, я не буду биться. Хорошо, у тебя экспонента, единственное, если x без единицы, это не означает, что возникает что-то квантовое. Нет, ну в классике ты бы должен иметь равнораспределение по модам. Каждый уровень должен иметь тот же. Ну ладно, я продолжу. Легкая же не равняется сумме легких линейных решений, да? Равняю, ну приблизительно равняется, Сашка. Приблизительно, а вот с какой точностью приблизительно? Ну точно все в бета, но расстояние между уровнями. Да, но у тебя в нелинейных членах, в плане нелинейного взаимодействия в энергию, ты оставляем, чем дальше, тем будет больше и больше. Не, ну может, я вижу, что при бета-двойке не идет вверх, а при этих идет. Ну давайте я дальше двинусь. Ну вот, может быть, такая экспериментальная реализация такого бильярда, она сложная, поэтому предлагается следующее. Вот взять как бы два осцилляторных потенциала, такой осциллятор синая, как мы его назвали, вот с двумя несоразмерными частотами, они там частота коренью с двух, по иксу и по игреку. И давайте поставим диск, который вот, ну проходит через ноль, радиус его единица здесь, он как-то сдвинут от центра. И тогда, если мы нарисуем сечение Пуанкары, ну это две степени свободы, консервативная система, тогда вот полностью, почти всюду там динамика хаотичная, ну не считая маленьких очень островков устойчивости. Ну и это, казалось бы, можно очень просто реализовывать в экспериментах с базы-конденсатом. Каким образом? Ну, создается ловушка, то, что все время конденсат ловушки, и дальше добавляется такой лазерный пучок, который, ну вот здесь в роли диска, который создает отталкивающий потенциал. Ну и тогда вот здесь должна быть хаотическая динамика, и в этом осцилляторе мы ожидаем вот такой же термализации. Ну, хотя численного счета нет пока. Теперь, ну я представлю, ну, как бы, вот я представил этот бильярд с нелинейным Шерингером, но на самом деле эффекты нелинейности, они уже изучались в других системах, которые считать намного проще. Ну вот здесь можно уже считать до нескольких миллионах во времени. Но я показываю вот пример. У вас, давайте забудем на время про нелинейность, это таких два по nx, nx квадрата, ny квадрат, такой как бы прямоугольник, но в нем какие-то есть неоднородности, которые дают случайный сдвиг уровней, ну, какая дельта е-энд, оно флуктуирует от интервала от плюс-минус w пополам, ну, какие-то случайные, случайная функция nx, ny. Ну, и потом я могу в ней добавить опять нелинейное слагаемое, вот аналог, но оно здесь уже дискретное по nx, ny. Ну, это как бы другая, более математизированная модель этого хаотического бильярда. Ну, и в нем, вот, просто я покажу, что если возбуждаю номер уровня m, m' и смотрю вероятность на уровне m, вот этой линейной системы, ну, m здесь в порядке возрастания энергии, то здесь эта система, она как бы, ее спектр ограничен, ну, поскольку я взял их только тут, 8 на 8, допустим. Ну, и тогда вот это распределение, вот, то, что бы я должен был получить из фантового гипса с распределением по этим уровням, призаданная начальная энергия, ну, это вот то, что дает численный счет при бета порядка четверка здесь. Ну, а если бета брать единицу, то есть существенное отличие. Ну, то есть я как бы начальный месседж сконцентрировал на этом бильярде с нелинейным шейнгером, которое более физическая интерпретация, но на самом деле вот это утверждение, что такое квантовое распределение в нелинейных цепочках возникает, но оно было проверено на других системах на существенно больших временах, поскольку там численное моделирование легче. Ну, и чтобы закончить, кратко я уже скажу о истинных квантовых системах, то есть давайте возьмем уже это со вторичным квантованием, то есть у нас есть какая-то небольшая там система с каким-то числом узлов, ну, порядка 7, от 7 до 9 узлов с какими-то случайными реализациями энергиями. На узле включается взаимодействие Хаббардов для бозонов на этом кольце, они все в кольцо замкнуты, ну, и вот такие с какими-то Хоппинг-Джей между соседними узлами, ну, и взаимодействие Хаббарда-У. Вот это такая, ну, там от 7 до 9 базонов в этой цепочке будет. Ну, и тоже будем включать взаимодействие, и я покажу тут такую же картинку, то есть как только я сказал слова, что у меня есть термализация, то в этой системе у меня должна возникнуть кривая, термическая кривая, энтропия как функция энергии. Ну, и вот эта черная кривая здесь показана, тут как бы здесь взаимодействие плюс, дубль У равно плюс, Джей пополам, здесь минус Джей пополам, здесь, ну, и сверху вниз это 7, 8, 9 базонов на этой решетке. Ну, и действительно, я вижу, что нижние возбуждения, они имеют отклонение от этой кривой, ну, а в принципе кривая все прописывает, ну, и как бы здесь это малая положительная температура, здесь бесконечная температура, здесь малая отрицательная температура. Поскольку у меня эта система энергетически, она в конечном интервале, то у меня есть отрицательные температуры, тоже могут возникать, если вы население, но это у Абрагама длительно обсуждалось для спинных, для ядерных спинов. Вот. Ну, есть отрицательные температуры, и действительно, вот здесь я вижу, что динамическим образом у меня в этой системе возникла термализация, которая следует распределению базы Эйнштейна. Ну, здесь мы его и ожидаем, здесь как-то не будет, наверное, нападок на меня, что я его использовал без оснований. Вот. Теперь, ну, можно тоже вот строить тогда кривые, как энергия, собственно, это собственная энергия данного многочастичного состояния, здесь температура откладывать, ну, и черная линия – это термические анзации, база Эйнштейна, ну, а красные точки – это данные численных, из собственных функций, которые получены точной диагонализацией в этой системе взаимодействующих базонов. Ну, то есть, вот какое утверждение? Как бы есть две части, есть вот, может быть, такое утверждение с парадоксом, на мой взгляд, для уравнения, типа, нелинейных цепочек или нелинейного Шенгера в каких-то бильярдах. Ну, и там еще были рисунки, что вот если взять не хаотический бильярд, типа, прямоугольника, то на самом деле там этой термализации не возникало. Ну, я как-то забыл про это сказать, но то есть. Ну, вот при достаточно каком-то умеренном взаимодействии, но не должно быть слишком слабым, слишком сильным, но возникает такая динамическая термализация в таких замкнутых системах. Ну, либо взаимодействие, либо оно нелинейное, классическое. Но тут есть какой-то парадокс, который мы пока не решили. Между тем, что классическая термонинамика требовала бы равнораспределение энергии по модам, а Бозенштайн или Квантум Гипс, конечно, дает совершенно другое. Мы видим, квантовый гипс, а не классическое равнораспределение. Ну, и есть вопрос о том, когда это такая терм... Ну, есть чисто квантовые системы со вторичным квантованием. Мы видим, что тоже взаимодействие в конечных системах при определенных условиях дает динамическую термализацию. Ну, и есть вопрос, когда же, насколько сильным должно быть взаимодействие, чтобы такая термализация возникла. Ну, и вот здесь есть такой критерий, который был в ранней работе Свена Аберга из Лунда, Швеции. Предложен, что вот он исследовал ядра, включал слабое взаимодействие между... Ну, такая несколько модельная система ядра была со случайными одночастичными орбиталями и какими-то взаимодействиями между фермионами. Ну, и вот он написал некоторый такой критерий, что фактически говорит следующее, что... Ну, и вот здесь были, даже здесь, в этом зале были давние споры и утверждения, но на первый взгляд, что в ядре, когда возникнет термализация. Ну, если взаимодействие внутри ядра будет... Ну, это, может, будет не ядро, но какая-то такая фермионическая система со слабым взаимодействием. Сколько надо возбудиться, чтобы термализоваться или стать хаотическими? Волновые функции возникли. Ну, и утверждение было, что поскольку плотность уровня растет экспоненциальность энергии возбуждения, то очень слабое взаимодействие мгновенно все размешает. Ну, и на самом деле, вот критерий Аберга говорит, что это не так, потому что действительно уровни экспоненциально плотные и экспоненциально близки друг к другу, но у нас в природе только двухчастичное взаимодействие, поэтому вот его критерий, что нужно двухчастичный матричный элемент, должен быть порядка расстояния между уровнями, которые связаны этими матричными элементами. А те, которые связаны... А? Не, ну вот он говорит со следующим. Нужно взять двухчастичный матричный элемент и его сравнить с расстоянием между... типичным расстоянием между Direct и Couple States. Те, которые связаны с двухчастичным матричным элементом. Ну а таких... Такой спейсинг, он экспоненциально больше, чем многочастичный спейсинг. И поэтому, ну вот, намного выше критерий термализации наступит при существенно более высоких энергиях, а не мгновенно при возбуждении над уровнем фермы. Ну, какую-то часть из этого я рассказывал, где-то году в 97-м. Про этот критерий я здесь не буду входить. Но вот он как бы дает... Мы его рассматривали с точки зрения возникновения, ну, статистики уровня Вигнер-Дайсона, на ближайших уровнях. Ну, Вигнер-Дайсон, это как бы отражение... Ну, он представляет, отображает собой возникновение квантовой эргодичности. Ну, если ее нет, если собственные функции где-то локализованы, то тогда будем видеть Пуассона, не Вигнер-Дайсон. Ну, а если возникла квантовая эргодичность, то термализация — это и есть квантовая эргодичность в каком-то смысле. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Вопросы дальше в частном порядке. Принимаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...